Под стук копыт белого оленя. Выставка картины и предметов быта коренного народа под таким названием открылась в столице региона. Это совместный проект Ненецкого кровеческого музея и Национальной галереи Республики Коми. Экспозиция заработала 2 августа непосредственно в День оленя, профессионального праздника тружеников тундры. На открытие побывала наша съемочная группа. Живописные полотна, гравюры, скульптура и гобелины, а также предметы из дерева и меха. Работы, выполненные в середине прошлого столетия, расскажут посетителям не только о красоте северной природы, но и о традиционном укладе жизни ненецкого народа. Например, вот гобелины народного умельца Сергея Добрякова. Они вытканы вручную и каждый имеет свой сюжет. Очень интересный гобелен. Называется «Свадьба оленеводов», а также «Танец оленеводов». И очень красивый гобелен, который показывает именно красоту ненецкой семьи, взаимоотношения в семье, доброту, сердечность, которая называется «Зимнее солнце». Именно в этом гобелене представлено три поколения ненецкой семьи. А это знаменитая картина «Хозяин тундры» художника Дмитрия Свешникова. В 70-х годах 20 века он специально приезжал в поселок Нельминос для поиска творческих идей. Фаина Литкова, участница Ниньского самодеятельного театра «Иллипс», хорошо помнит этот момент. И лично даже я видела, как Свешников рисовал. Тогда мы были детьми, и Сергей Курглов, когда приезжал, мы, конечно, не знали, что это именно Сергей Курглов, но они постоянно приезжали к нам за материалом, потому что там на Нельминосе очень красивые места. Ненецкий краеведческий музей не первый год сотрудничает с Национальной галереей Республики Коми. На этот раз на выставке представлено 27 произведений, специально отобранных к году оленеводства, объявленного в Ненецком округе. Я очень рад, что с нашим южным соседом мы поддерживаем активные связи в самых разных областях, в том числе и в области культуры. Я надеюсь, что эти связи будут только крепнуть, количество мероприятий у нас будет увеличиться. Посетить новую выставку и познакомиться с творчеством художников Республики Коми все желающие смогут до 4 октября.